Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Безусловно, разумеется, для того, чтобы у вас было больше информации, необходимой для принятия торговых решений. Мы всегда открыты к предложениям, к обратной связи, к фидбэку. Главное, оставляйте эту обратную связь. Разные каналы коммуникации, это могут быть комментарии к этому видео, это могут быть комментарии к постам в нашем телеграм-канале, либо передавайте ее через ваших персональных менеджеров. Ну что ж, рисковые активы. Если охотеризовать, что рынок это защитные инструменты и все-таки риск. Риск исключительно в красной зоне. Мы видим то, что на всех финансовых рынках, во всех сегментах преобладают тотальнейшие распродажи. Посмотрите, что творится на рынке криптовалют. Потери, которые исчисляются десятками процентов. Действительно, сейчас на финансовых рынках сложились условия, когда участники рынка стараются избегать вообще все, что ассоциируется с рисковыми капиталоположениями. Очень многих пугают перспективы замедления темпов роста глобальной экономики. Причем здесь, конечно же, снова можно было бы говорить о действиях Федрезерва и то, что эти действия могут привести к тому, чтобы экономика все-таки совершила мягкую посадку, а с другой стороны, могут привести к тому, чтобы экономика оказалась в рецессии. Я вчера приводил вам пример, что за последние 70 лет в 11 случаях, когда американский регулятор ужесточил монетарную политику, наступала рецессия. И лишь в нескольких случаях рецессии не было, ее удавалось миновать, и была вот эта мягкая посадка. Статистика говорит в пользу того, что если быть реалистом, то стоит ожидать все-таки реализации негативного сценария. Когда все в красной зоне, конечно же, количество скептиков на рынках значительно увеличивается, и все буквально говорят о том, что ФРС, повышая ставку, сокращая ранее программу количественного смягчения и, в принципе, отказавшись от нее и начав сейчас уже срезать баланс, накопленный за время пандемии в 9 триллионов долларов, создает абсолютно непреодолимые препятствия, через которые не сможет прорваться экономический рост. И в итоге все это через, скажем, год с небольшим вернет экономику в такую полномасштабную затяжную рецессию. Кто-то считает, что это может произойти уже даже к концу этого года. Но я предлагаю сейчас не цепляться только за действия ФРС. Если у действий по ужесточению монетарной политики есть следствие в виде все-таки наступления в экономике рецессии, то, наверное, это справедливо будет сейчас говорить, что точно такие же последствия в конечном счете могут проявиться и в других странах мира. Потому что ФРС это не единственный банк, который сейчас повышает процентные ставки, борясь с инфляцией. Это делают практически все. И, конечно же, когда там-там звучат разговоры о рецессии, все начинают культивировать эту тему. Поэтому отсюда самые пессимистичные представления о том, что будет с мировой экономикой дальше. Буквально несколько дней назад еще активно масло в огонь подливала ситуация с ковидом в Китае, где постоянно рост количества новых случаев заболевания, поддерживало идеи уместности сохранения локдауна в течение длительного периода времени. Это заставляло всех рассуждать и говорить о том, что экономический спад просяет еще сильнее, ударит по экономическому росту и усилит проблему с логистикой цепочковыми поставок. Следствием всего этого будет еще больше роста инфляции. И вот это все по кругу, друзья. Это так называемая инфляционная спираль, которая проявляется в макроэкономическом сейчас масштабе. Инфляция, которая растет везде, заставляет как раз центральные банки бороться с ней, ужесточая монетарную политику. Я согласен с тем, что сейчас в таких условиях очень трудно все-таки оставаться оптимистами. Но при этом те идеи, которые, друзья, мы с вами ранее взяли за основу, они как раз и предполагали сценарий того, что сначала все будет плохо, прежде чем станет хорошо. И мы не искали во всем этом многообразии рисковых активов, что же можно бы сейчас купить, чтобы пережить вот эти смутные времена. Мы сделали ставку на то, что сейчас лучше работать с индексом доллара, покупать его, потому что это эталон защиты, который пользуется спросом, и продолжит пользоваться им и дальше, особенно в таких условиях. И оказались правы, друзья. Индекс доллара сейчас на уровне 104 пункта. Это максимум за последние 20 лет. Я думаю, что индекс доллара прорвется еще выше. Десятилетки сейчас котируются на отметке 2,89%. И допускаю, что до конца уже сегодняшнего дня доходность 10-летних трежерис перевалит за 2,95%. Данные по инфляции, которые вышли вчера в США. Индекс потребительских цен 8,3% с 8,5%. Вроде бы как снизилась инфляция. И вот, пожалуйста, не является ли это причиной, чтобы мы могли бы говорить, что инфляция миновала пика в США и теперь будет снижаться? Нет, друзья. Это не работает таким образом. Инфляция остается по-прежнему на многолетних максимумах. То, что она снизилась в рамках одного месяца, совершенно ничего не меняет и не значит. Потому что, когда мы будем с вами анализировать майские цифры в первых числах июня, вы увидите то, что инфляция снова продолжила расти и, скорее всего, она превысит 8,5%. Потому что в этом месяце цены на нефть снова тестируют практически 110 долларов за баррель, если говорить о бренсе. В этом месяце стоимость топлива в США, средняя цена самого популярного сорта бензина в Америке, регула, превысила 4,3 доллара за галлон. Это, друзья, исторический максимум за все время наблюдения за статистикой. И высокие цены на топливо – это один из основных катализаторов роста потребительских цен. Продовольственные товары дорожают. И я только что сказал, что из-за ситуации с Китаем через 2-3 месяца с временным лагом вот эти проблемы с цепочками, с поставок, с логистикой, с спадом производства, они аукнутся снова для всей мировой экономики. И это подтащит за собой еще одну волну роста инфляции, подорожание сырьевых товаров, именно повышение отпускных цен, перекладывание все на плечи потребителей. Поэтому инфляция продолжит расти, и американский регулятор нам постоянно напоминает о том, что ставки растут и будут, собственно, повышаться. Вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер и глава ФРБ Нью-Йорка Вильямс поддержали идею, мнение Джерома Пауэлла о том, что ставку нужно повысить на 50 байсных понтов в июне и в июле. И прям большое спасибо Джеймсу Булгарду, которого мы все знаем. Именно он ранее призывал к тому, что ставку нужно агрессивно повышать. И он, кстати, первым инициировал идею того, что уместно повысить ставку сразу на 75 байсных понтов. В принципе, Булгар вчера повторил то, что я вам говорил ранее, что не обращайте внимания на локальный спад индекс потребительских цен, потому что один показатель еще ничего не значит. Инфляция будет расти дальше, а регулятор будет с ней бороться. Поэтому, друзья, нужно, если вы сомневаетесь, что доллар будет расти, расслабьтесь, доллар будет расти уже в самое ближайшее время. Европейская валюта 1.0523. Лагард в ходе вчерашней пресс-конференции повторил, что программа количественного смягчения будет завершена в третьем квартале, после чего ЕЦБ рассмотрит вопрос о повышении ставки. Когда именно, история умалчивает. Сроки еще не определены. Я считаю, что это больше мягкая риторика и мягкие комментарии, на которых можно шарфтить евро, потому что ЕЦБ, в лучшем случае, если созреет на ужесточение политики через повышение ставки, это будет прям самый конец 2022 года, а к этому моменту ФРС уже пять раз повысит процентную ставку. Конечно же, евро останется в аутсайдерах. Поэтому ждем пробоя даже на этой неделе уже поддержки 1.05 и движения ниже. Фунт против доллара 1.2228. Сегодня цель 1.2150. Через несколько часов выйдут данные по темпам экономического роста и промышленного производства. Прогнозы по английской экономике слабые. Напоминаю, что ранее, на прошлой неделе, Банк Англии пересмотрел прогнозы экономического роста, ожидают рецессию в конце этого года и спад экономики в 2023 году на 0.25% против прошлого прогноза роста на 1.25%. В общем, все хуже и хуже, друзья. И дальше будет еще хуже. Поэтому фунт тоже оставляем в аутсайдерах и пробуем на этом заработать. Американский фондовый рынок S&P 3934 пункта 6 недель подряд, судя по всему, будет уже в красной зоне этот индекс. И это самый затяжной период спада 2011 года. Дальше уже будут рекорды с кризисных лет 2008-2009 годов. Но все к этому идет. В общем, если удерживаете еще короткие позиции, шартите и дальше, друзья. Биткоин уже 27700, судя по всему, скоро увидим и 20000. Рынок нефти 106 долларов 17 центов. Единственная позитивная новость это то, что число новых случаев ковида в Китае снизилось до минимальных значений с середины марта. Если эта тенденция продолжится и дальше, то опять же фактор, который раньше использовали в качестве негативного для рынка нефти из-за опасения за перспективы роста китайской экономики и, соответственно, мировой тоже, можно будет использовать уже в качестве позитивного фактора, потому что снижение случаев ковида, последующее восстановление экономики и более высокий спрос на углеводороды. Короче, друзья, все больше факторов, чтобы мы с вами верили в рост рынка нефти и тоже на этом заработали. Напоминаю, что по мнению Морган Стэнли до конца этого года бренд подорожает до 130 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!